Как улучшить бизнес-климат в республике и привлечь больше инвесторов? Об этом сегодня говорили на еженедельном совещании главы Чуваши Михаила Игнатьева. Обсудили и стратегию освоения уже выделенных бюджетных средств до конца 2015 года. На прошлой неделе в столице Чуваши открылся завод по производству кабелей для немецких автомобилей японской компании Fujikura. Объем инвестиций превысил 260 миллионов рублей. Дальнейшая реализация проекта позволит привлечь в республику еще больше денежных средств. Вслед за Fujikura в республику могут прийти и другие японские инвесторы. Тоже приехали проверять климат бизнеса общества, насколько на сегодняшний день созданы условия для предпринимателей. И с этой точки зрения дальше они тоже хотят сотрудничать, открывать какие-то производства с японскими предпринимателями, потому что им выгодно стало у нас работать. Республиканская казна пополняется не только за счет инвестиционных проектов, но и за счет средств федерального бюджета. В этом году было выделено около 5 миллиардов 400 миллионов рублей капитальных вложений. Это почти 90% годового лимита. Почти все деньги предназначены для реализации федеральных и республиканских целевых программ. Однако освоены средства не в полном объеме. А это грозит возвращением неиспользованной финансовой поддержки. Риск потери федеральных субсидий, на наш взгляд, существует по таким объектам, как реконструкция Московского моста, строительство, обеспечивающий инфраструктуру туристко-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». В ответственных министерствах признают недостаточно эффективное использование выделенных средств. Но работа в этом направлении уже ведется и к концу года ситуацию обещают исправить. По реконструкции Московского моста на сегодняшний день у нас подрядчиком, в принципе, определен. Там есть моменты по ФАСу. Я думаю, что в ноябре месяце там полностью контракт будет подписан. И 182 миллиона, которые были заполниваны в этом году, мы постараемся освоить. То, что касается строительства Айги, на сегодняшний день у нас получается там подрядчик свор. Из 14-15 миллионов освоение идет порядка 20 миллионов. И там тоже, также мы в этом году максимально сейчас ускоримся. И запланированные средства этого года мы постараемся максимально все освоить. Глава Чувашия Михаил Игнатьев поручил взять вопросы освоения средств под особый контроль. На совещании обсудили и вопросы финансирования капитального ремонта. Собираемость взносов от жильцов в последнее время возросла, благодаря тому, что люди увидели конкретный результат. Всего республиканской программой запланирован ремонт 272 домов. 264 уже готовы. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.